Здесь мы можем видеть установку очередной системы подземных мусорных контейнерных баков, те, которые мы начали монтировать в центре города. На данном этапе уже выполнены работы, мы знаем по Приморскому бульвару, летом еще оттестировали, посмотрели. Недоработок, который надо доделывать, мы не нашли. То есть эти установки выдержали испытания как водой, так и огнем, скажем, если вы помните, даже одну пытались поджечь. Из новых есть установка новая на 4 контейнера в районе бульвара Жванецкого, есть установка на Греческой на одной локации, и еще одну локацию мы будем делать на следующей неделе. Также ведутся работы сейчас с этой стороны горсада и опять-таки параллельно с другой стороны горсада и выполнены работы, но там не за счет бюджета, а за счет инвестора. Это 4 контейнера установлено на французском бульваре. В дальнейшем мы также ведем эту работу с инвесторами, которые есть уже, скажем так, бизнес, которому понравилось это решение, которые хотят у себя установить такие контейнера. Сейчас ведется подготовка технических документов для установки. Если говорить за счет бюджета, то мы ведем эти работы по историческому центру в первую очередь, но ведем переговоры со всеми управляющими компаниями, со всеми, скажем так, новобудовыми, и уже есть ряд компаний, которые хотят у себя установить эти контейнеры. Если говорить об опорожнении данного контейнера, то он занимает немного больший период, чем обычный контейнер, но опять-таки эстетически выглядит намного лучше, нет соответствующего запаха, этот контейнер никто не укатит, внешний вид его опять-таки не испортит, ну и переполнение контейнера, даже если оно и есть, то его не видно. Поэтому, безусловно, решение хорошее. Важный момент еще, что они полностью автономные, туда нет необходимости подводить какие-либо дополнительные сети, то есть там это работает от гидравлики, это вы можете видеть сейчас, опускается бетонная капсула, и в самой бетонной капсуле находится этот механизм. Поэтому, действительно, решение техническое подходит нашему центру города, потому что, во-первых, нам не надо покупать специальную технику, это могут быть обычные наши машины-мусоровозы, а также нет необходимости в каких-то дополнительных работах, это подведение этой коммуникации. Стоимость одной установки, это лавируется в зависимости от места локации, где их ставят. Но так, если говорить это по-среднему, то где-то это порядка 280 тысяч, это 70-80 тысяч, вот так. Опять-таки, зависит от места локации, где ведется установка, потому что в эту стоимость входит полностью весь этот комплекс, это работа. И восстановление, это покрытие в том числе, это земляные работы, это восстановительные работы, все полностью в этой стоимости. Мы говорим по тем локациям, которые есть на Греческой и на Приморском бульваре, одна локация возле Дюка, то там есть один контейнер, и там, и там есть один контейнер, который выведен под пластик. Поэтому там, где есть необходимость, опять-таки, мы отдельный контейнер выделяем под пластик. В дальнейшем, это, конечно, будем учитывать на всех этих локациях отдельный контейнер. Ну, это под пластик. Опять-таки, это отдельная культура обращения с отходами, и к этому надо идти. И опять-таки, ну, можем сказать, что за последние несколько лет Одесса в этом отношении добилась достаточно серьезного успеха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...